Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я бы вам хотел показать собственную доработку кормушки на 100 граммов. Когда вы ловите на водоемах сильным течением, к примеру, я поеду ловить на Дон, надо сделать вот такую скользящую кормушку. Но скользящую, как сделать, если вот сюда у вас нет специального приспособления? Можно взять такую вот палочку, это палочка от сладостей, то есть или от чупа-чупса, вообще она продается в фикс-прайсе или где все по 50, ну что-то вот такие вот магазины, стоят они копейки, я не помню сколько за 100 штук, я по-моему отдал 30 рублей или 50 рублей, правда не помню. Вот, одной такой палочки хватает на две кормушки, она отрезается вот здесь и получается вот такая вот система, смотрите. То есть, что получается, мы закручиваем небольшой вот такой вот проволочкой медной, вот она, вот такая вот, в двух местах и ее отсюда вообще не вырвать, то есть держит оно просто замечательно. Пропускаем сюда лесочку, то есть у нас получается вот такая вот штукенция готовая. Мы ставим стопорочек, делаем петельку и в еще одну петельку, петелечку с крючком, крючок это поролончик я навязал и получается скользящая наживка, вот, приманка точнее. Рыба клюет и лесочка тянется, как можете наблюдать. Этот узел, он тоже уходит дальше и вытаскивается, вот, сейчас могу вам продемонстрировать. Смотрите, раз, он пошел, 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 пошел и он вытаскивается дальше, вот он, как можете наблюдать. То есть, вот, своими собственными руками скользящая наживка, ой, приманка, доработка. Итак, можно, в принципе, все сделать вот такие вот кормушки. Если у вас нету вот такой вот вещи, то я же говорю, можно взять палочку из-под чупа-чупса или трубочку, ну, то есть где-то можно ее найти. Можно купить вот здесь такой переходник черный, сколько он вообще будет стоить. Но у меня, допустим, вот такая вот кормушка стоит 50 рублей. В других регионах страны я без понятия. Но решение имеет место быть и, я думаю, очень достойный такой выход из ситуации. Если кому-то поможет моя самоделка, то подписывайтесь и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok